Сегодня будут ваши любимые гости, проанонсирует Дмитрий Гордон, политический журналист, блогер и Мария Максакова, оперная певица, также блогер и известный общественный деятель. Вот, правда, Мария, как девушка, позволяет себе немножко опоздать на наш эфир, но мы ее любим очень, поэтому дождемся. Но начнем с Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый вечер. Здравствуйте. Знаете, Дмитрий, необычная на самом деле годовщина. Вот, не поверите чего, почти год назад, я вот собрал информацию, в октябре 23-го года появилась информация о смерти кремлевского диктатора Путина. Он, якобы, 26 октября умер в Валдае, значит, дальше была морозильная камера, после чего произошел, якобы, переворот, и бразды правления отправили Патрушеву. Ну, как мы видим по истечении года, вроде Путин, к сожалению, жив, принимает различные политические элиты стран Востока и Юга в Казани, периодически выступает. И хочу вот об этом с вами поговорить, и давайте заодно Марию Максакова подключим, она уже появляется в нашем эфире. Мария, здравствуйте, рады вас также видеть. Приветствуем. Здравствуйте, взаимно, я также приветствую всю нашу аудиторию. Вот вопрос мой, собственно, про годовщину так называемой смерти Путина. Дмитрий, скажите, вы, как человек, который часто брали интервью у Валерия Соловья, я напомню, что именно у него на канале СВР появились первые данные о так называемой смерти Путина, что думаете об этом? Вообще, был ли у него этот инсайт про эту морозильную камеру вот спустя год? Мог ли быть действительно заговор какой-то против Путина? Вот смотря назад, что вы думаете об этой истории и вообще какой эффект она на массы определила? Вы знаете, вот сейчас у меня вышло интервью с Валерием Соловьем, который прямо сейчас, который я начал словами, что я вас поздравляю. Потому, что ровно год в моей программе, в интервью мне, вы заявили о том, что Путин умер, находится в холодильнике своей резиденции на Валдае. И вот прошел год. Вы тогда взбудоражили народ. Миллионы, миллионы людей посмотрели это интервью. Прошел год. Где Путин? Валерий Соловей на голубом глазу сказал, Путин уже протух в холодильнике. Там меняют холодильники. Вместо него в Кремле его двойник, белорус Евгений Васильевич, которому там много денег пообещали, чуть ли не 5 миллиардов долларов за то, чтобы он исполнял обязанности. Руководит Россией объединенный комитет из членов Политбюро. Но я, Валерий Соловей, вообще это уникальный, конечно, человек. Я ему задал вопрос, который мне задал один очень серьезный человек, один из самых известных людей Украины в течение долгих лет. Он говорит, слушай, ну ты спроси Соловья. Я так Соловей и сказал. Ну вот он говорит, ты спроси Соловья. Тут за перепосты твоих интервью сажают в России на 5 лет. Он сидит и такое рассказывает. Тут два варианта. Или вообще он ФСБшник и рассказывает то, что нужно ФСБ. Или он не в Москве находится и так смело говорит. Поэтому ты его попроси, пусть он покажет вид из своего окна, если он в Москве, что там, Москва или нет. Если Москва, значит он ФСБшник. Так просто говорить нельзя. Я Соловьев все это сказал. Он говорит, нет, вот я в Москве за моими окнами, там, Академия внешней разведки, что ли. Говорит, да просто, да, действительно, я говорю то, что знаю и то, что думаю, но у меня такая крыша. Что такое крыша? Просто нет ни у кого. Это крыша всех крыш. Вот за что купил, за то продаю. Но в любом случае Валерий Соловей говорит вещи, которые приятно слышать любому нормальному человеку во всем мире. Конечно, глядя на эту крысиную рожу, хочется, чтобы она уже давно сгнила в холодильнике. Я же придумал мем, он сказал, что Путин в холодильнике, я сказал, что Путин в холодильнике Донбасс. В советское время были такие холодильники, не знаю, как потом Донбасс. Конечно, любому человеку нормальному хочется, чтобы этой противной Харе уже больше не видно было. Чтобы он уже где-то сдох поскорее. Но, на мой взгляд, он не сдыхает, он неплохо себя чувствует, потому что, судя по всему, это он. Походка у него спортивная, мысли быстрые, ум подвижный, держит удар, нормально разговаривает, нормально общается. И это, конечно, для нас не есть хорошо. Мария, тогда к вам в продолжение темы вопроса. Все же мы видели, что и сын Патрушева, и Патрушев был временно отправлен в политическую ссылку. Как вы думаете, за вот этот период последнего года была ли Россия хоть раз близка к перевороту на уровне элит? Или это просто совпадение? И действительно, нам всем приятно слышать, что Путин умер, и не больше. Давайте посмотрим, какой результат вообще у всех этих иллюзий. То есть, я к чему это все веду? С самого начала, кстати, очень здорово, что Дмитрий смог прямо-таки поймать с поличным, что называется, источник этой дезинформации. Дело все в том, что с самого начала я сказала, что это крайне вредная дезинформация, потому что желаемое это действительное. Одно дело, когда вы у психотерапевта это выслушиваете, а другое дело, когда это демотивирующий фактор. Чего еще надо делать, когда он уже давно якобы в этом холодильнике, там уже, знаете, с наскучившей по соседству редиской и, я не знаю, укропом. То есть, это ведь такое дело, оно срабатывает, к сожалению, на уровне психологическом, как сладкая конфета, понимаете, ну, не знаю, даже опасная, в общем, человеку, может быть, не знаю, с диабетом, условно говоря. То есть, я имею в виду, что вот как действует, в этом смысле я бы очень хотела, чтобы мы обменивались больше и лучше, качественнее опытом с Израилем, с армией обороны Израиля, с Сахал, которые, ну, не только, знаете ли, мечтают об этом, но воплощают свои мечты в жизнь. То есть, у них несколько лет в строжайшей секретности находилась операция, которая широко известна теперь общественности под названием «Операция с пейджерами». Но дело все в том, что это ведь была трехступенчатая операция. Сначала пейджеры, потом вот эти вот террористы-дикари перешли на оки-токи, то есть на рации. Это тоже предполагалось теми, кто задумывали эту операцию с самого начала. И потом уже, когда оказалось, что и оки-токи небезопасны, они наконец собрались в бункере, и там они тоже знали, в какой они в бункер пойдут. И вот тогда уже была направлена вот эта ракета противобункерная, эффективная. И вот там действительно насрало, превратился в глагол. То есть, вот к чему нужно стремиться. Понимаете, мне все равно, замороженным его в Крио каком-нибудь там составе или еще как. То есть, самое главное – это цель. То есть, в данном случае в России наблюдается, естественно, террористический консорциум с культом личностей. Естественно, если устранить головаря, понятно, что все развалится, и они перегрызутся. То есть, с этой точки зрения, почему вот это вот вранье откровенное, которое преподносилось в виде какой-то там информации, почему так легко это было воспринято и с таким удовольствием пожиралось чуть ли не целый год, пока вот действительно мы сейчас юбилейную программу, можно сказать, проводим вот этой береберде. То есть, потому что внутри системы они понимают, что они могут существовать, они все подельники. Они могут существовать только пока вот эта конструкция худо-бедно, там пусть это колосс на глиняных ногах, на вранье и на страхе, чем там соплями сцементированный, но вот все-таки стоит. Вот это им, в общем-то, гарантия вот той вот этой всей. Вы спросили просто про возможных там бенефициаров этой преступной машины. То есть, в данном случае мы говорим там, о, уже они же сами себя вообразили, вот эти упыри, знаете, этот бал вампиров и маньяков, они уже себя воображают каким-то новым дворянством. У них там на этот счет целые концепции выращены. То есть, мало того, что этот подельник Путина, Патруша, всех самых грязных дел, и, между прочим, в данном случае, я думаю, Дмитрий просто из первых уст, что называется, может рассказать о своих многочисленных интервью, которые давались теми, кто там, например, мы знаем эту книгу или даже фильм по этой книге, я имею в виду «ФСБ взрывает Россию», про проделки Патрушева, конкретно, которые начинались вот в те самые времена, когда о нем узнали впервые. То есть, когда фактически он сам, пытаясь декриминализировать состав того, что он сделал, сказал, что это они, то есть ФСБ, который в тот момент возглавлял, принесли вот этот самый так называемый сахар, который, конечно, никаким сахаром не был, а Рязанский вот это так называется, вот непосредственно в подвал этого дома, где бдительные обитатели все-таки его вовремя обнаружили, и поэтому очередного после Волгодонска и так далее, вот очередного взрыва не произошло. Так это вот этот тот самый Патрушев, который в те еще годы фактически вот предстал перед общественностью именно в этом качестве, вот мы его сейчас обсуждаем, который уже давно, то есть говорят там, тот болен раком, этот болен раком. Вроде все больные, но понимаете, столько крови пролили вокруг себя, и уже думают о том, как бы, значит, наследников своих упырят еще куда пристроить, чтобы они дальше еще, значит, кровушки вдоволь напились. Вот мы с вами обсуждаем приблизительно вот это, да, вместо того, чтобы обсудить, как бы лучше уже начать продумывать эту операцию, ну, пускай там, я не знаю, ту была с пейджерами, но что-то подобное нужно делать, мне кажется, каждый день, каждый час, приближая этот момент, потому что безусловным является то, что в модели, когда существует культ личности, конечно, ликвидация личности породит крах самой модели. В этом смысле, поэтому вот так и прижилась эта вот билиберда про то, что он якобы уже в морозилке, потому что, ну, по сути, да, это ключ, конечно, к успеху, если бы действительно его, наконец, просто бы ликвидировать, и тогда эта вся система развалится, потому что она пойдет в разнос, они передерутся между собой так, что, естественно, ни один из них не позволит другому какому-то клану вот занять какое-то лидирующее положение. И в этом, да, конечно, есть ключ к успеху, только я считаю, что надо шаги предпринимать, чтобы как можно быстрее этот успех наступил. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая, и вот такая, и вот такая, и еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Вот вы, Мария, затронули интересную тему, да, ликвидации Путина и спецслужбы. Кто может это сделать? Кто решится это сделать? Как мы видим на примере Израиля, инструменты есть. Было бы желание, было бы политическое решение, инструменты всегда можно найти. И вот вспоминаю информацию от МИД РФ, которые утверждали, вы помните, что в Питере готовилось покушение на Путина и главу Минобороны Андрея Белоусова. Это 28 июля было во время военного парада. Ну и якобы вот тогда Путина и Белоусова спас глава Пентагона Ллойд Остин, которому они пожаловались на предполагаемые планы украинской стороны. Ну и вот вроде как кто-то украинцев отговорил. Дмитрий, а как, вот исходя из того, что вы уже имеете большой опыт общения с людьми, которые и конспирологией занимаются, и потом вы можете их вывести и на чистую воду. Вот здесь вы думаете, это реальность? Действительно были ли такие планы? И если да, то почему тогда украинские спецслужбы остановили? Ведь это действительно кажется всем нам, ну, не самым приятным звоночком. Вы знаете, я один из главных заинтересантов того, чтобы Путина не было в живых. Я объясню почему. Не только потому, что Путин напал на мою родину и творит страшное беззаконие, убивая украинцев сотнями тысяч, разрушая мирные города, разрушая инфраструктуру Украины. Путин отдал указ лично Бортникову, директору ФСБ, на мою физическую ликвидацию. Бортников по указанию Путина прислал сюда кучу элитных ФСБшников, которые должны были меня ликвидировать. Это было официальное заявление Службы безопасности Украины в начале сентября, но я знаю намного больше, чем знают наши зрители. Поэтому я могу сказать, что попытки меня ликвидировать не прекращаются. Это все личное, повторяю, указание Путина. Люди приезжают сюда и за границей, и россияне, и нероссияне. У них разные методы ликвидации. Им обещают за это огромные суммы денег. И я лишний раз хочу поблагодарить контрразведку СБУ и лично руководителя Службы безопасности Украины, генерала Василия Васильевича Малюка, за спасение моей жизни. Поэтому я лично заинтересован в том, чтобы Путина как можно быстрее не было. Чтобы отпала опасность для моей жизни. Говоря о его ликвидации, чтобы не было иллюзий, я хочу сказать. Запад не собирается и не хочет ликвидировать Путина. Им с Путиным удобно. Они его изучили, они его знают. При Путине выстроена эффективная вертикаль российской власти. Россия не может расползтись на отдельные государства. Это значит, что ядерное оружие будет в одних руках сконцентрировано. Это значит, что не нужно будет гоняться за новыми руководителями новых субъектов. У кого может оказаться это ядерное оружие. Не нужно изучать новых руководителей. Ну, вот же он Путин. И он вроде договороспособный. Он вроде понимает человеческий язык. Если бы они хотели его ликвидировать, они бы это сделали на раз. Нет. Они хотят его сохранить. Они хотят продолжать с ним разговор, беседу. Они хотят и дальше избегать эскалации и так далее. Это импотентность. Ничего более. Это просто импотентность. Это просто боязнь. Это просто физический животный страх. С ним надо разговаривать иначе. И вот то, что Мария сказала об Израиле. Пример Израиля, конечно, воодушевляющий. Потому, что Израиль работает. Есть враги Израиля. Есть те, кто против Израиля. Израиль методично их физически уничтожает. Нет насралы. Пришел следующий. Следующего грохнули. Вместо него следующий. Следующего грохнули. Они это делают для того, чтобы никто уже не хотел приходить на место насралы. Чтобы никто не хотел проводить политику террора и геноцида по отношению к еврейскому государству. Это работает прекрасно. Страх работает замечательно. Когда начинается заискивание, поиски разговоров, при поездке в Казань, выступление Ускобеевой, как этот мудак Фицца, премьер-министр Словакии, это до чего надо быть мудаком, чтобы в условиях сегодняшних реалий выступить в программе Ускобеевой, главной разжигательницы войны, лично виновной за геноцид украинцев, и рассказывать о том, что я приеду к вам еще на парад победы, и надо дружить и так далее. Ну, полная мудила. Полная. Вот это такие европейцы в массе своей. Не все. Тереш, как вам, Дмитрий, уж не могу не спросить тогда. Ну, слушайте, ну это точно разочарование года, мне кажется. Приехать, кушать этот каравай из рук Путина, обниматься, ручкаться с человеком, которого суд при ООН, главный международный суд уголовный мира, признал Путина действительно военным преступником. Я вам хочу сказать, что я не дипломат. Слов не подбираю никогда. Говорю то, что думаю. Я в высшей степени свободный человек. Это мое счастье, это мое главное богатство. Поэтому я вам скажу так. Все, кто приехали в Казань к Путину, к международному военному преступнику, который разыскивается судом в Гааге, все, кто его обнимали, целовали, ели из его руки говорили ему какие-то слова, все являются просто сволочами. Не зависит от того, кто это. Си Цзиньпин, Моди, мне все равно. Эрдоган. Нельзя приезжать к подонку, нельзя сжать ему руки, нельзя его обнимать. Я не представляю себе, чтобы к Гитлеру кто-то приехал в 42-м, или 43-м, или 45-м году из мировых лидеров. Я представить себе такого не могу. Почему к одному фашисту не приезжали, а к другому приехали? Они что, там из ума выжили совсем? Да. Мария, к вам будет тогда вопрос. Вот исходя из того, что Дмитрий сказал, что Запад, к сожалению, не хочет ликвидации Путина. Опять-таки, это наши пока предположения. Но если это так, от кого Путин видит больше всего опасности? От прилета ракеты в незащищенный бункер. Вот мы видим, что и по Чечне, по российскому университету спецназа прилетели дроны, никто не защищен, Кадыров поднапрягся. Или боится предательства своих элит, или от западных спецслужб он их боится, или все-таки нет. Вот как вы думаете, что его пугает сейчас больше всего в контексте своей жизни? Я думаю, чтобы, наверное, уточнить немного позицию, я бы сказала так, процитирую, может быть, не совсем точно, великую книгу Эйн Рэнд «Атлант расправил плечи», что если у тебя две предпосылки не сходятся, значит, одна из них ложная. Я хочу сказать, что дело не в желании или страхе, вернее так, а дело в выгодности для кого-то конкретного в таком поведении. И поэтому до тех пор, пока достаточному количеству по разной причине, вот таким образом сформировавших свою точку зрения, вот приемлемым кажется такое поведение, то вот такое впечатление, как будто мы, знаете, с вами ходим и льем воду в решето, говорим, говорим, а толку нету, и вот они все еще поимели наглость вот там собраться и как-то, знаете, пошатнуть, я бы так сказала, мировые устои, во всяком случае, что касается международного права. Но в это же самое время, поскольку похищенная Путиным, грубо говоря, консервативная повестка, он же пытается таким образом сформировать якобы у своих вот этих, ну, промытых впечатление, что будто он противостоит какому-то глобальному, значит, Западу, что, дескать, вот он за какие-то так называемые, им только понимаемые традиционные ценности, на самом деле их традиционная скрепа – это колючая проволока, вот, знаете, этот колючий забор вот этот вот с торчащими оттуда, вот этими элементами проволоки, вот это и есть главная скрепа, то есть они всех пугают не только тюрьмой, по сути, знаешь, на что? И деревянный туалет с вонючим очком. Ну, вот всем вот этим вместе. Они пугают не просто тем, что человек будет там, знаете, вот, лишение свободы. Там происходит лишение достоинства, лишение перспективы, лишение здоровья, лишение всего. Вот этот гулак за колючей проволокой, который плавно превращается в психиатрическую клинику и при этом, значит, еще смеет утверждать, и в этом ему помогает, к сожалению, целый ряд таким вот образом им заинтересованных, уж не знаю, не будем сейчас гадать, каждый раз, наверное, какой-то индивидуальный подход находится. Вот, но при этом глупо не замечать, что на самом-то деле он похищает прекрасно сформированную на Западе консервативную правую повестку. Она существует, и Путин совершенно избыточный, он не нужен для этого. Есть консерваторы по всему миру, есть правая повестка, которая доказывает, там, например, даже предстоящих в Америке выборов, это можно сейчас проследить просто воочию, насколько сильна республиканская повестка, насколько серьезные идут баталии внутри самой Америки, насколько интенсивной является предвыборная там борьба, и, как вы, наверное, знаете, по прогнозам поля маркета, во всяком случае, это то, где делают ставки. Вероятность прихода как раз-таки республиканцев, то есть консерваторов, то есть права, очень велика, поэтому мы говорим не только даже о победе, все более вероятной победе президента Трампа, но мы еще и говорим о том, что сам Конгресс, по всей вероятности, тоже в результате довыборов будет довольно-таки консервативным, то есть правом. Поэтому вот в этом контексте я хочу что сказать. Есть очень много сил, в частности, очень мощная и набирающая все больше силы республиканская партия, которая на самом-то деле всегда придерживалась очень жестких убеждений по поводу, тюрьмы народов, по поводу империи зла, процитирую самого, наверное, великого президента Соединенных Штатов 20 века, который, собственно, и говоря, сказал этот лозунг, и второй, тоже знаменитый, про «Make America Great Again». Это все цитаты Израилина. Поэтому я хочу сказать, что есть силы, которые могут и хотят добиться этого результата, которым совершенно это все вот это не нужно. Ни вот эти левые организации, совершенно не оправдавшие своих надежд на них возложенные, то есть то, что делает ООН на сегодня, то, по сути, что за правоприемственность так называемая, чем там занимается Россия. Если, извините меня, Советский Союз умер, то тогда может идти речь о каком-то наследстве. Но, судя по всему, он не только не умер, а он еще и нападает с двойной силой. Значит, что касается Лиги наций, то хотя бы хватило мужества выгнать СССР, когда СССР развязал войну против Финляндии. А сейчас ООН не только не выгнал Россию, которые непонятно вообще на каком основании там находятся. Этот вопрос поднимал Кислица. Но только почему-то мы поднимаем вопрос, который очевиден, но ответа на него не слышим. Они не только этого не сделали. Сейчас мы же, наверное, все же видели эти скандалы с Бапор, как она там, урна ее называют, унра и все прочее. Вот эти, как они, эти левые, просто погрязли в финансировании, прямом или косвенном разнообразных вот этих организаций, которые, по сути, были созданы в 60-е годы и дальше усилиями КГБ СССР. То есть это что-то такое, какой-то монстр, который уже, как бы вам сказать, на эти деньги до такой степени разросся, что лично я думаю, вот только разве что на следующей неделе Соединенные Штаты там произойдут выборы, в результате которых американский народ примет какое-то решение. И вот тогда, возможно, вполне, с приходом Дональда Трампа к власти, вполне возможно, что в всей этой левизне, ну, хоть какой-то будет положен предел. Понимаете? И тогда, наверное, можно будет говорить о конкретных шагах. Потому что я в этом, например, убеждена. Вы, наверное, знаете, я веду эфиры уже, знаете, у нас будет 100-й юбилейный выпуск с Гарри Юрий Табах, капитаном первого ранга ВМС США в отставке, с которым мы вот уже два года с лишним постоянно, каждую неделю разбираем новости американские. И у меня, честно говоря, просто иногда волосы на голове шевелятся от того, как мне уже самой хочется, чтобы вот это, из этого, знаете, как бы это сказать, киберпанка, мы бы, наконец, проснулись. Потому что вы спрашиваете, что угрожает Путину? Я считаю, что самой бескомпромиссной силой является, конечно, героический украинский народ. Я считаю, что героический украинский народ, вооруженные силы Украины, наши герои, они просто, ну, так сказать, сломали концепцию вот у этого всего левого кошмара. То есть, если, получается, у них не вышло в те пределы вот тех сроков, которые они себе тут задумывали, эту макханалию, которая бы вообще разрослась по всему миру, и действительно грозила, ну, я думаю, что цивилизации просто по-настоящему, то есть большими проблемами, то вот великий украинский народ не дал этому всему произойти. И это все, вот выносилось, все это бремя по спасению цивилизации практически в одиночку украинским народам. Потому что те небольшие подачки, которые удавалось получить из рук демократической администрации лично Байдена, получается, что, понимаете, 300 миллионов, которые едва удается выцарапать там в течение месяца, это деньги, которые они прежде, например, в Афганистане тратили за день. И там они не противостояли какой-то там систематизированной военной машине, а это были, в общем-то, так сказать, террористы без особой слаженности. И поэтому хочется сказать, что я могу только поклониться до земли героизму украинских воинов и украинского народа, потому что я считаю, что еще даст Бог нам дожить до этого момента, когда действительно наши единомышленники, я так считаю, потому что давайте не будем забывать, что во времена, когда президентом был Трамп, все-таки мы получили летальное оружие, все-таки он отменил вето, которое наложил Обама, он не только Обама наложил вето на оружие, он еще и эмбарго наложил на другие страны, которые могли бы давать Украине оружие. Все-таки во времена, когда был Трамп, мы видели, значит, Б-52, это знаменитый этот фантастический самолет, который патрулировал границу, все-таки ВМС США были представлены в Черном море, о чем Курт Волкер заявлял постоянно, и наш Игнат, кстати, тоже репортовал об этом. То есть, как ни крути, все-таки тут есть определенное, и это не только я говорю, это говорили многие украинские чиновники, что Трамп был лучше своего предшественника, и я очень надеюсь, что и в этот раз будет так же, тем более, что быть лучше, чем его предшественник, стало даже, наверное, еще проще по поводу того, какую позицию можно и нужно занять, чтобы помочь Украине вот в этой действительно цивилизационной схватке. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Да, нам подойдет любой результат американских выборов, в котором будет основа эта поддержка Украины. Да, пусть с остальным разбирается американский народ. Дмитрий, к вам вопрос. Вот, учитывая, опять-таки возвращаясь, да, эту зацикленность Путина на своей жизни и в том числе на том, как администрация президента заказывает у Минздрава разработку все новых и новых проектов, связанных с продолжением жизни, с поиском новых технологий, которые улучшают здоровье. Эта информация поступала еще несколько месяцев назад, ее активно обсуждали. Как вы думаете, до какой степени вообще Запад готов терпеть Путина живым? Вот есть какой-то... Ну, я не хочу говорить эти красные линии, потому что звучит это уже ужасно, это что-то вроде оскорблений, да, красные линии в мире, которых просто не существует. Но, тем не менее, какая-то грань, какое-то реальное действие, после которого западные спецслужбы или западные политики, которые намного влиятельнее, мы уверены, чем элиты, которые управляют Россией, примут решение о его ликвидации. Мария правильно сказала. Вопрос в выгоде. Выгодно ли его ликвидировать, или выгоднее его терпеть? Есть на Западе негласный договор с теми же россиянами против лидеров не работать. То есть, над устранением лидеров не работать. Дальше. Очень важно то, что... Где эти Рейган, Тэтчер, Коль, Миттеран, которые могли отдать подобный приказ? Ну, где они? Мы же видим сплошную нерешительность западных политиков. Посмотрите на вялого Шольца. Посмотрите на... Там, знаете, кто, единственное, вызывает уважение у меня? Премьер Италии. Вот эта прекрасная женщина. Вот там мужик в юбке настоящий. Вот это да, это может. Я даже скажу, что... Ну, вот я смотрю на Шольца, мне кажется, ему никакая женщина не даст даже. Настолько он вялый, безинициативный. Я даже думаю, что у него ладошка потная. Там мужского мало. Но это люди, которые не в состоянии хлопнуть, кулаком по столу ударить, да? Дать приказ какой-то. Какие-то вялые, безинициативные. Не исключено, что еще многие повязаны кремлевскими деньгами. Потому, что когда, извините меня, бывший федеральный канцлер Федеративной Республики Германии Шрёдер работает в руководящих структурах Газпрома, когда бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон работает там же, когда непонятная Меркель, которая имеет непонятное прошлое и непонятное настоящее, соглашается с северным потоком и очень вяло реагирует на Крым и на все остальное. Ну, что мы хотим? А тут еще Орбан, тут еще ФИСа. А там еще Дадон, бывший президент Молдовы. А там еще Земон, бывший президент Чехии. Да там их навалом. Кремль никогда не скупился подкупать и покупать политиков, лидеров мнений, журналистов, активистов и так далее. Они знают, что делают. У них много денег. И вот вам Запад. Смотрите, я еще раз говорю, это же простая математика. Война всегда математика. Есть у тебя деньги на войну, ты воюешь. Нет у тебя денег на войну, ты начинаешь перестройку гласности демократию. Обрубите Путину источники поступления денег. Престаньте покупать нефть, газ. И все закончится сразу. Я рассказывал об этом. Вот Мария сейчас говорила о Рейгане. Об империи зла. Я рассказывал как-то. Я был дома у Шеварднадзе, когда он уже перестал быть президентом Грузии. А он же в советское время, Эдуард Амбросевич, был министром иностранных дел СССР. И он мне рассказывает. Вот я совершаю первый визит в Белый дом к Рейгану. Это вообще первый визит от имени нашего нового руководства. Горбачев пришел к власти в 1985 году. Рейган выходит. И вот так вот пальцем меня тыщет и говорит, вы представитель империи зла, но я буду с вами разговаривать. Говорит, я уже охренел от этого обращения. А потом Рейган говорит, и вы вообще все эти коммунисты. И этот ваш Федор Ленин. Я же был, говорит Шеварднадзе, первым секретарем ЦК Компартии Грузии. Я ему говорю, не Федор, Владимир. Он говорит, а какая разница. И дальше что делает Рейган? Он начинает гонку вооружений. Он обваливает цены на нефть. Он понимает, с кем он имеет дело. Баррель нефти сколько? 9-10 долларов стоил тогда. И он объявляет. Стратегическая оборонная инициатива. СОИ. Звездные войны. И вся эта история. Шеварднадзе возвращается в Москву. Докладывает Горбачеву. Они собирают физиков. Ведущих советских физиков. И задают им один вопрос. А что вот это Рейган говорит? Это СОИ, эти звездные войны. Это что, блеф или нет? Они говорят, да не, ну точно блеф. Вообще даже не волнуйтесь. Все в порядке. Через месяц физики просят опять их принять. Мы их принимаем, говорит Шеварднадзе с Горбачевыми. Они говорят, мы посмотрели на это все. Еще раз. Это не блеф. Для того, чтобы нам их догнать, на сегодняшний момент понадобится 20 лет. И зубы положить на полку. Всей стране. Дружно. Сразу. И Шеварднадзе говорит, после этого мы с Михаилом Сергеевичем объявили перестройку, демократию, гласность. И потом развалился Союз. Ну, я думаю, пожилой человек. Может, он что-то путает. Я через месяц у Горбачева. Это все зафиксировано. Это не мои какие-то рассказы, там, знаете, непридуманные. Это все в Ютубе, пожалуйста. Все мои более тысячи интервью с выдающимися деятелями культуры, политики, искусства, науки, спорта и так далее, космонавтов, им все было же на Ютубе. Можно посмотреть. Я Горбачеву задаю вопрос. Михаил Сергеевич, я только от Шеварднадзе вот. Он мне такое сказал про физиков. Это правда. Горбачев положил мне руку на колено и сказал, все чистая правда. Так и было. Поэтому любая демократия у этих оглашенных сволочей начинается с того, что им обваливают цены на нефть и начинают гонку вооружений. Вот и все. Надо просто хорошо знать историю и проделать с ними точно такое же. Но есть ли яйца у сегодняшнего Запада? Какие были у Рейгана, у Тэтчера, у Коля, у Миттерана? Есть ли яйца? Ну, нет яиц таких? Конечно. Яиц нет. Ну, позвольте, Дмитрий, я только добавлю еще несколько слов. Просто, если кому интересно, поскольку я считаю, это должно нас интересовать. Адженда 47 – это план предвыборной программы, который изложил президент Трамп. Там вот это как раз-таки в основных пунктах. То есть, все, что вы говорите про цены на нефть, это и почему, собственно, его портрет Рейгана и висел в кабинете у Трампа. То есть, весь этот набор, который, в принципе, больше даже свойственен, скажем, не столько, может, консерваторам, сколько либертарианцам, если уж так говорить. То есть, вот сегодня мы видим президента Аргентины Хавьера Милея. Я, кстати, о нем узнала еще задолго до того, как он вообще, ну, то есть, о нем стали говорить как о кандидате, потому что я смотрела программу Дениса Елисеевича. Он там рассказывал про этого Букеле, а потом следующий про Хавьера Милея. Это было еще больше года, полтора, может, назад. И я оттуда подчеркнула, потому что мне очень близка сама эта либертарианская позиция, мне очень нравится. И это сейчас вот мы видим просто доказательства этому наглядное, как в Аргентине инфляция с 250% за год упала до 50%. Вот сейчас ее изучают теоретики, вот эти все экономисты, ну, как же это так возможно? Оказывается, возможно, а он, в своей очереди, постоянно, чуть не в каждой своей речи упоминает фон Мизеса, Людвига фон Мизеса, уроженца Львова. Во Львове родился этот светоч, этот гений-экономист, родился во Львове. Ну, понятно, что он потом эмигрировал с большим, кстати, трудом. То есть, я имею в виду, уже когда он добрался до Соединенных Штатов, то есть, сначала он из Львова переехал в Черновцы, потом семья еще, когда он был маленький. Потом, значит, они уехали в Вену, и когда фашистские нацисты, когда шли вот за всеми, кто им угрожал, когда они уже захватили Австрию, вот в этот момент они целью номер один считали Людвига фон Мизеса. Потому что он математически раскладывал, математически, почему любая тоталитарная система ведет, в конце концов, к рабству и к нищете. Ему уже ученик Фридрик фон Хайек был советником Рейгена. Ну, вернее, они общались там, много фотографий общали. То есть, он получил уже Нобелевскую премию за книгу «Дорога к рабству». Им зачитывался, и в его кружке почитания вот была «Железная леди» Маргарет Тэтчер. То есть, я имею в виду, что Украина, это, мне кажется, просто, ну, первоисточник. То есть, это вот так получилось, что именно здесь, на прекрасной земле, родился человек, который сформулировал впервые эти основы, который он опередил время на, я знаю, сто лет, наверное. А сегодня президент Аргентины через, я не знаю, выступление вспоминает Людвига фон Мизеса. Поэтому я думаю, что как раз вот эти либертарианские основы, которые сейчас являются чем-то, ну, самым прогрессивным, что ли, оно в какой-то степени и лежало тогда в основе политики Рейгена, хотя, может быть, оно так не артикулировалось, и сейчас лежит, конечно, в этой адженде у президента Трампа. То есть, я как раз думаю, что та самая политика конъюнктуры мировой, то есть, снижение цены на нефть для того, чтобы у диктаторов не было денег, это то, что слышно на каждом митинге, который проводит сейчас президент Трамп. Я думаю, что это, в принципе, ключ к успеху, потому что запретить там странам покупать эту нефть или там наложить... Это все одно, это такие, как бы сказать, симптоматические решения, которые не всегда срабатывают. Потому что одно с этим, получается, растет цена, и поэтому остаток, который у них есть, они продают дороже, и фактически все равно балансируют в районе тех же самых прибыли, которые, к сожалению, все еще очень большие. Поэтому я думаю, что только снижение, о котором говорит Трамп, и которое доказал уже в своей прошлой каденции он, и которое показал, продемонстрировал Рейген, который, естественно, является в какой-то степени его кумиром, то вот это и есть ключ ко всем этим разгадкам, как сделать так, чтобы узла кончились деньги на то, чтобы творить свои беззакония. Мне кажется, что надо исходить из этого, я думаю, что нужно в первую очередь всегда следить за потоком этим денежным, финансовым. Потому что когда он, к сожалению, у них есть, они все равно находят слабые звенья. Кого подкупить, кого там, я не знаю, коррумпировать, кого еще как заманить, какие ловушки, правильно сказал совершенно Дмитрий, они не скупятся в том числе на вот эту информационную какую-то огромную волну вот этой грязи, этого ужаса, этой пропаганды. А и все еще его захлеб, пережевывают там, сколько времени понадобилось, чтобы наконец их повышвыривали там, да, эти Russia Today, вот эти корпункты и так далее, да еще кое-где они по-прежнему присутствуют. А что мы видим сейчас, вот расследование Шпигель, там в центре Германии Грюневальд, по-прежнему скупленные какие-то целые поместья путинскими кошельками типа Рутенберга. То есть кто их потеснил там с Лазурного берега, где мы что видим какие-то ощутимые для них последствия, вот для того, чтобы они начались, совершенно согласно, нужно, чтобы кто-то твердым решением, пока я вижу на данном этапе только вот один такой вариант в мире, кто готов вот этому всему левому кошмару сказать стоп, это, конечно, сейчас вот решает американский народ 5 ноября, но шанс такой есть, и если действительно цены на нефть наконец-то упадут ниже 40 долларов за баррель, о чем все время говорит президент Трамп, то я думаю, что даже, знаете, вот правильно, они этот ветер почувствуют перемен, как вам сказать, гораздо даже раньше, чем эти экономические последствия напрямую возникнут, когда это уже просто закончится таким фиаской, крахом, но вот они сразу проявят то, о чем вы рассказали, я имею в виду, вот цитируя Шаварнадзе и Горбачева. Это будет проявлено, мне кажется, молниеносно. Ну, я прошу прощения, я хочу Маше пару слов сказать. Да, пожалуйста. Да, я вообще не жду, честно говоря, ничего, ах, какого хорошего, если победит Харрис, но я не жду и ах, какого хорошего, если победит Трамп. Я объясню, почему. Я ни в коем случае не хочу вмешиваться, не дай бог, в выборы в Соединенных Штатах, это не мое собачье дело. У меня папа гражданин США, пусть он определяется. У меня пятеро детей из моих остальных детей граждане США, пусть они решают, это их право. Но дело в том, что заявление самого Трампа по Украине и заявление кандидата в его вице-президенты Венса по Украине звучат просто ужасно для меня. То есть, я повторяю, ничего хорошего, супер-хорошего не жду от Харрис, но я ничего не жду хорошего от Трампа. Я могу ошибиться, я могу, не ожидая, увидеть реальные, конкретные, хорошие шаги, но, к сожалению, то, что я слышу пока, это все ужасно. Дмитрий, еще надо каждый раз потрудиться и найти оригинал высказывания, потому что с того момента, как оно сказано и оно трансформируется в результате переводов и перепечаток в украинских СМИ, оно сильно видоизменяется. Поэтому это здесь еще нужно проделывать самостоятельную работу. То есть, я пока не услышала ничего того, что должно было бы нас насторожить. Поживем, увидим. Главное – пожить. Да, это, наверное, ключевое. Действительно, Джей Ди Вэнсу многое приписывают. Правда, тут мы должны дать возможность американскому избирателю разобраться в том, что ему лучше. А нам уже придется иметь дело с тем, кого американские избиратели, собственно, и заведут в Белый дом. Я хочу все-таки вернуться к нашему лейтмотиву, годовщины этой версии о смерти Путина. Дмитрий, к вам будет вопрос. Скажите, что ждет детей Путина? Официальных, неофициальных, после его смерти или после его ухода? Вообще, как может сложиться их судьба? Ведь мы видим в таких диктатурах, как Северная Корея, все понятно. Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, все идет просто по такой вертикали, и никуда она не уходит. Что вот здесь может быть? Будет ли кого-то Путин все-таки готовить? Или эти дети мечтают вообще прожить какую-то жизнь, не связанную с отцом? Какое будущее вы видите после его ухода? Вы знаете, у меня есть правило. Я никогда не обсуждаю детей и жен своих врагов. А Путин является безусловным врагом и Украины, и моим лично. Поэтому меня не интересуют его дети, его жены, его любовницы. Пусть это интересует его или российский народ, в конце концов. Меня интересует воплощение конкретного зла Владимир Путин, который причинил моей стране, мне, моей семье, всем украинцам огромное вселенское зло. Меня интересует, чтобы он не смог избежать наказания, чтобы это наказание было неотвратимым, и чтобы это настало как можно скорее. Вот что для меня самое главное. А что там его дети? Да какое? Пусть живут своей жизнью. Это их дело, их право. Меня он интересует. Могут ли они стать продолжением его? Вот в чем загадка. Не верю. Не верю в это абсолютно. Как только не станет Путина, никто не допустит его детей до власти. Это исключено. Там будет огромная драка. Хорошо знаем историю. Ну, я так точно. Мы прекрасно знаем, что было после Ленина, что было после Сталина, что было после Хрущева, после Брежнева. Ну, мы же все это проходили. Примерное развитие событий не будет отличаться абсолютно от того, что мы уже видели. Когда закончится Путин, придут к власти его бывшие друзья, повязанные с ним большой кровью, и скажут, что это все он. Это не мы. Мы вынуждены были. Он нас запугал. А мы же всегда были ориентированы на Запад. Господа, да вы что? Да мы с вами. Что надо? Это мрази-то. Она же во всем виновата. Надо сейчас развенчать его, рассказать людям, как было на самом деле. Господа, кстати, что нужно от нас? Скажите, с Украины уйти? Да, конечно. Ну, дайте нам 10 дней, мы уходим. Что еще? Лишь бы все было как прежде. Лишь бы денежки мы спокойно могли, наворованные в России, тратить у вас. Лишь бы жены, любовницы, дети могли у вас жить. Виллы, яхты, дачи, заводы, пароходы. Земли, шмемли. Чтобы все было. Мы все сделаем. Мы все сделаем. Все будет еще лучше, как было при нем. Это же он сволочь. Это он с ума сошел. Мы тут совершенно. Вы командуйте. Мы все сделаем. Все выполним. Вот так будет. Дмитрий дал описание реакции элит. А вам, Мария, будет завершающий вопрос про то, что с россиянами будет после ухода Путина. Или после его ликвидации. Или просто какого-то другого отстранения. Я сегодня увидел интересную аналитику по топ-программам российской пропаганды. И вот Соловьев там вообще вылетел из топ-пятьдесятки. То есть перестали смотреть и Соловьев Live, и Соловьев, ну и Вечер с Владимиром Соловьевым. Тут примечательно, что вот все меньше и меньше все-таки запрос на такую агрессивную пропаганду у россиян. Это не говорит, что они не воспринимают другую пропаганду, конечно. Но тем не менее. Вот что будет с их головами? Они успокоятся? Они смогут перепрошиться или нет? Или это еще второй вопрос, над которым придется работать? Разумеется, там их ждет глобальная такая настоящая большая социальная катастрофа. По ряду причин. Ну, во-первых, если мы говорим о том, что раньше у них была чистейшая коррупция, и что-то там они из барского своего стола скидывали на какую-то там социалку, то сейчас, в общем-то, коррупция, я думаю, что вряд ли потеснилась, но у них образовался новый, так сказать, такой, ну, новая необходимость больших каких-то вложений, потому что так или иначе эта война упырю обходится в определенные суммы, и кто-то подсчитал, что это доходит до 68% бюджета. То есть это я вычитала в какой-то аналитике, и это уже превзошло показатели позднего СССР. То есть ситуация, которая в целом идет центробежно, то есть на распад вот этого монстра тюрьмы народов, она достаточно так уже просматривается хорошо. Вопрос в том, что он несется вот на этой, значит, маниакальной скоростью, вот этой своей идеей фикс, и, понятное дело, я согласна совершенно с Дмитрием, что при вот таком культе личности, как только каким бы путем он ни был устранен или ликвидирован, привлечен в ответ, если важно, в любом случае эта система не устоит, то вопрос заключается в том, что там останется. Вы сейчас рассуждаете о том, что нет, дескать, вот этот же кошмар будет кем-то другим возглавляем. А я думаю, что надо просматривать сценарий, во всяком случае я считаю, что для Украины он куда лучше, и чтобы этого монстра не было здорового, вот этого большого урода, вот этого левиафана, а чтобы там возникло 20 или больше каких-то других государств, которые, возможно, будут гораздо более демократического толпа. Значит, в этом смысле они боятся в том числе, то есть представьте себе, картину, допустим, нету, вот каким-то образом он исчез с горизонта. Вот он, допустим, сидит в тюрьме и ждет приговора, как Милошевич, или разъяренная толпа его растерзала, там, как Чаушеску, или, допустим, Саддам Хусейн, вот такой вот сценарий для него уготован. Ну, как бы то ни было, дальше, кроме противостояния вот этих элит, которые, в принципе, были бы, безусловно, вот именно в таком положении, о котором сказал Дмитрий, еще есть ряд факторов, как, например, вот эти самые, которые в течение 10, как вы сказали, дней, вот эти орки, обезумевшие, значит, вот эти окровавленные уроды, значит, вернутся таким образом, кто там, значит, с чем, то есть в трехсотые какие-то еще, значит, приползут вот эти вот вурдалаки, вот туда-назад. То есть это же поток ужаса, который столкнется с потоком вот этой пропаганды, да, вот эти вот, это все равно состояние, которое, в принципе, обеспечивает социальный взрыв. Таким образом, ну, что там останется в итоге этого всего, это вам, наверное, не скажет никто, потому что это такое прогнозирование достаточно сложное, слишком много факторов, но я думаю, что распад это лучшее, что с ними могло бы произойти, если говорить о том, что там все-таки какое-то количество есть таких, которые осуждают преступления Путина, есть просто узники, в конце концов, не будем забывать, те, которые сидят сейчас в этих тюрьмах и лагерях за свои убеждения, то есть какой-то небольшой процент таких, которые страдают от того, что такими преступлениями занимается их собственная сторона. То есть для вот таких людей, которых нельзя, больше их совсем нету, да, для них, конечно, куда лучше было бы, если бы этот монстр просто, наконец, прекратил свое существование, то есть эта тюрьма народов, наконец, бы рухнула. Да, спасибо вам большое. Вы знаете, мы просто в завершение, скажу, с Ахмедом Закаевым, писали недавно интервью известным политикам учкирийским, и он сказал, что такого количества подполья, которые находятся сейчас в Чечне, никакие российские спецслужбы даже не представляют. Поэтому... Александр, я должна, простите, вмешаться. Возьмите еще интервью у Аслана Арцуева в таком случае. Возьмите интервью у Аллы Дудаевой, потому что они, например, по поводу Закаева, ну, не самого высокого мнения, в силу того, что у них есть правительство в изгнании, к которому он не относится. Ну, смотрите, это всегда интересно, разные мнения послушать. Возьму на заметку, но, тем не менее, есть кому заниматься восстановлением суверенитета республик, которые оккупированы Россией. Есть кому. Не смогла Российская Федерация насадить на том же Северном Кавказе идеологию расизма, уничтожить какую-то идентичность у Кавказских республик. Поэтому все это остается в памяти у людей, которые знают, что принесла Российская Федерация. Ну, Ичкерия одна прошла этот путь. Понимаете, Ичкерия действительно в полном смысле слова оккупирована Россией, потому что у Ичкерии принята конституция, у Ичкерии есть правительство в изгнании, у Ичкерии Ичкерия выполнила все законодательно необходимое, всю атрибутику для того, чтобы именно быть свободной, независимой страной. Что касается других, которые сначала хотели пройти этим путем, то есть, например, Татарстана, то на примере того, как кроваво оккупировалась и подавлялась Чечня, они в какой-то момент, знаете ли, не финализировали, скажем так, до конца всех своих документальных, всю свою правовую позицию, в смысле независимости. Поэтому, конечно, свободная Ичкерия – абсолютный оплот. И я согласна с тем, что мы возлагаем громадные надежды на то, что именно там снова воспрянет вот этот дух к свободе. И, конечно, вы тут правы. И там действительно на Кавказе есть много очень кланов и течений и сил, которые хотят вырваться из этой тюрьмы народов. Кавказ – это один из самых пострадавших за советское время еще регионов, где вывозили миллионами, понимаете, товарными вагонами куда-то. Просто эти безумцы отмечают какой-то ужас, позорище. Это 23 февраля. Вы посмотрите, что происходило. Это операция Чечевица на самом деле. То есть это кошмар, который, конечно, помнит Кавказ. И я с вами совершенно согласна, что там все это вполне может восстать. Но с другой стороны этому противостоит вся эта мерзкая военная машина российская. То есть сейчас посмотрите на события в Грузии, большому сожалению, не будем забывать, потому что Грузия была одной почти, что тогда столько страну признавшая независимость Ичкерии. Это очень все важно, понимаете. Вот посмотрите на события сегодняшние. То есть надо каждый день, и хорошо, что мы об этом говорим, прикладывать усилия для того, чтобы победить эту мерзкую, кровавую военную машину Путина. Спасибо большое, коллеги. Дмитрий, вам огромное спасибо. За участие в эфире Дмитрий Гордон был в эфире «Акцентов», и Мария Максако, общественный деятель, журналист и блогер, также была в эфире «Акцентов». Друзья, пожалуйста, ваши лайки и комментарии этому выпуску. Очень их ждем. Мы делаем эту программу в первую очередь для вас. Интересны ваши мнения. Скоро увидимся. Продолжение следует...